10 апреля в Хасаюрд посетили представителя Министерства по делам молодежи Республики Дагестан. В актовом зале профессионального педагогического колледжа присутствовали студенты всех СУЗов и ВУЗа города. Их вниманию были представлены две презентации – Кодекс чести дагестанца и интернет-безопасности. Эти проекты были разработаны двумя специалистами Министерства по делам молодежи Республики Дагестан, которые много лет наблюдали за молодежью и переменами, с которыми им приходилось сталкиваться. В качестве выступающих присутствовали начальник отдела по делам молодежи и туризма Хасавюрда Аиша Татаева, главный специалист – эксперт отдела по работе со студентами и трудящейся молодежью Илгар Лилаев, главный специалист – эксперт отдела по духовно-нравственному воспитанию молодежи Мурат Гайдарбеков. Первым свой проект «Кодекс чести дагестанца» представил Мурат Гайдарбеков. Почему? Еще одна причина, почему они носили кинжал? Потому что наши дагестанцы понимали, если он позволит себе некорректно высказанное слово, оскорбить девушку, мужчину какого-то заденеть его честь, тогда он понимал, что острый кинжал, да, этого кинжала может ощутиться к тебе. Они понимали, что… и поэтому они что-то говорили? Они следили за своими поступками, следили за своими словами. Ну вот еще перечень других, так и скажем так, правил поведения. Дагестанец никогда не оскорбляет ни чьих национальных и придется взглядом. Каждый народ есть да, всего что. Вы смотрите, больше, более 30 национальностей Дагестанец. И эти национальности, они проживали на этой территории спокойненько, еще там с Кавказской Албании до нашей эры. То есть Дагестан не для ладцев только, не для ладцев, кумыков, даргинцев. Дагестан для всех нас. Поэтому нужно помнить, что каждый из кинжаловцев есть да, всего что. Вот еще, пожалуйста, Дагестанец относится к свересту как к брату. Рядом с тобой сидит Рашид, к примеру, да, это твой брат. Брат по вере, брат по Дагестанкам и так далее. Дагестан по стороне девушки ведет себя, как своей сестре. У нас случай был в Махачкале, может, не слышали, в 40-й школе. Парни там, групп парней избил девушек. Там все закидали снежками и так далее. Потом и так далее. Это ролик, который гулял в Ютубе и так далее. Вот так себя не ведет, Дагестанец. Интернет – это одно слово, за которым стоит весь мир. Глобальная проблема всего человечества. Эта сеть в себя поглотила всю молодежь мира. Для некоторых интернет – это заработок, сеть для общения и знакомств и многое другое. И об этом стоит задуматься. С таких слов начал свое выступление автор проекта интернет-безопасности Илгар Лилаев. На сегодняшний день мы свою жизнь без интернета представить не можем. Каждый из здесь сидящих использует интернет в своих целях, использует его по определенному назначению. Кто-то зарабатывает на интернете, кто-то просто просиживает время, кто-то играет в онлайн игры, кто-то просто общается, кто-то просто знакомится. Но без интернета сегодняшнюю нашу жизнь представить очень сложно. Потому что это смирная глобальная компьютерная сеть, где все, кто здесь сидит, являются мы заложниками этой глобальной компьютерной сети. Сейчас я вам принесу пример в несколько статистических данных, и вы поймете. За одну минуту нашего нахождения здесь, в этом зале, в Твиттер, допустим, все же знают Твиттер? Да. Пишется около миллиона, 5-ти миллионов твитов за одну минуту. За одну минуту нашего нахождения здесь, в Ютуб, загружается 300 часов информации. Большинство с вами этой информации полностью не проверены. Получается за один час, за один час. В интернете 18 тысяч часов видео загружается чисто в один Ютуб. Только в один Ютуб. За день в среднем получается 180 тысяч часов. Смотрите, какой колоссальный объем информации, который выгружается на сайт. Люди фотографируют по всему миру, выкладывают видео, загружают его в различные социальные сети. И в большинстве с вами эта информация не проверена. Кто-то что-то захотел заснять, выложил в интернет. Кто-то что-то на компьютере там себе напридумал, взял и выложил в интернет. Мы же заложники всей этой системы, мы все это смотрим. Мы являемся именно потребителями всего того, что нам предоставляет интернет. И здесь наше важное задачи заключается в том, чтобы не потеряться во всей этой рутинной информации, а выбрать то, что нам необходимо. Оба представленных проекта носят профилактический характер. На встрече были затронуты темы, на которые не стоит закрывать глаза, не вестись на какие-либо провокации в сети интернет, а наоборот развивать себя и свои возможности, узнать и познавать свой край и многое другое. В завершении перед собравшимися выступила начальник отдела по делам молодежи и туризма города Айша Татаева, которая подытожила мероприятие. Ребят, вот те проекты, которые сегодня продемонстрировали специалисты Министерства по делам молодежи, они очень полезны для вас. Они носят профилактический характер. Когда мы говорим по первому проекту «Кодекс чести дагестанца», мы видим, мы, когда я говорю, это мы взрослые, которые наблюдаем за вами, за молодежью, как вы себя ведете, как вы копируете свое поведение из сериалов, каких-то фильмов, каких-то поступков, из интернета и так далее. Вы копируете чью-то жизнь, но вы не проживаете свою. Для вас модно, что купил сосед там через улицу, кто-то там одел в интернете, что там модно и так далее. И вы тем самым напрягаетесь, скажем, своих родителей. Вы видите, сегодня, на сегодняшний день, как тяжело поднять семью. Вы видите, что, конечно, не во всех семьях родители принимают участие в воспитании детей. Они заняты тем, чтобы материально вас обеспечить. Вы должны видеть все это. Вы должны помогать своим родителям. Если у вас есть младший брат, сестренка, вы должны за ними смотреть как старший. И говоря об втором проекте интернет-безопасности, это тоже профилактика ваших неправильных действий. И те, пока вы с кем-то просто так общаетесь, просто с кем-то там разговариваете, как говорится, прикалываете, а другие люди ждят. Они следят за вашими неправильными поступками. Нам кажутся, ну и что? Где-то я поставил лайк, где-то я прокомментировал и так далее. Дорогие мои, даже если вы пишете просто смс-ку с вашего фонарика о том, что вот там фотография девочки там в хиджабе или мальчика с автоматом, на какой-то странице у кого-то вам понравилось, это тоже рассматривается, уже идет как статья. Бурлия Цамбиева, Пермагомед Пермагомедов, информационная программа Пульс.